Аллилуйя! Я живой воды Твоей! Мы жажды! Мы жажды! Тебя не возносим! Отклоняемся теперь! Мы возносим! Отклоняемся теперь! Мы возносим! Славим имя Твое, Господь! Мы жажды! Мы жажды! Мы возносим! Мы возносим! Отклоняемся теперь! Мы возносим! Мы возносим! Славим имя Твоё, Господь! Мы возносим! Мы возносим! Мы возносим! Мы возносим! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы превозносим Тебя Мы превозносим Тебя Бог Святой Благослови народ За молитвы, которые звучат из наших сердец Сейчас, даже если они не были озвучены так с кафедры, со сцены, ты слышишь их, ты слышишь каждого из нас, наш всемогущий Бог, ты слышишь нас, как данный фабинк Тебе. Благослови 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 сладчайшего нашего Спасителя, Искупителя, Иисуса Христа. Тебя не победят. Правда, играют это потрясающе. Я не пророк, я такую чувствую, я верю, это было от Бога, что Тебя не победят, потому что я в Тебе, потому что жизнь моя сильнее смерти. Тебя не победят, Ты победишь. Спасибо, Господи. Боже, смогущий, я верю, от Тебя было до вдохновения, Господь. И действительно, Боже, верующие в Тебя блаженны, потому что, Господь, имеем основания непоколебимые, непобедимые, непобедимые, потому что Ты, живущий в нас, и тот, кто в нас, ты больше того, кто в мире. Спасибо, Господь, это так. Спасибо, Господь, спасибо, Тебя царь вселенный. Все же от Бога. В таком присутствии прочту слово, 2 Коринфян, 5 глава. Если, может быть, здесь тоже сделаются, да? 2 Коринфян, 5 глава, с 18 стиха. Все же от Бога. Давайте вместе это скажем. Иисусом Христом. Иисусом Христом. Примирившего. Скажем вместе. Иисусом Христом. Иисусом Христом. Иисусом Христом. Благодаря нам служение и примирение. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не меняя людям преступлений их. И дал нам Слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и Сам Бог, умещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Отец, Ты примирил с собой мир. Ты примирил с собой весь этот мир, отдав жизнь свою, кровушку за нас пролив святую. Сына Своего отдав на крест, примирил с собой весь мир во Христе, Иисусе, там, на Голгофе. И кровь святая Иисуса Христа стала действительно кровью нового завета, самого величественного завета, самого великого завета, величайшего. верхнего завета, потому что в этом новом завете нашего человеческого нет ни сколечки, ни капельнички, ni kapelushches, потому что в этом новом завете только Ты, Бог, потому что в этом завете только Сыль Твой, потому что только Дух Твой святой, потому что кровь святая Твоя, И все. Спасибо тебе, Господь, за эту благодать нового завета. Благодарю тебя, Святой. Спасибо. Спасибо. Благослови моих братьев и сестер. И в этом сейчас слове, и в этом прерывлении, благослови народ свой миром, своим шаломом во имя слащайшего Господа Иисуса Христа, пред именем Которого всякое колено склоняется небесных и земных. И пресвольных. Все и вся. Твоя, Твоих. Тебе предоставши. А всех. И за всех. Аминь. Аминь. О, Иисусе. Аминь. 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 Спасителю, Искупителю, рода человеческого. Слава Иисусу Христу. Навеки слава Богу Святому. Аллилуйя. Спасибо большое, певчие музыканты, спасибо огромное. Спасибо большое, слава Богу. И певчие музыканты были действительно в Боге, в духе, это прекрасно. И это позволяет и нам глубже и глубже погружаться в нашего Господа Слочайшего. Спасибо Господу. И, братья и сестры, сегодня я буду рад вместе с вами преломить хлеб, вместе с вами совершить таинство хлебопреломления Евхаристии причастия. И это таинство всех таинств, это чудо всех чудес, Новый Завет в крови Иисуса Христа. Я люблю это таинство совершать постоянно, непрестанно, размышлять о нем, о теле крови Христа. И знаете, дамы и господа, братья и сестры, хотя прошло два тысячелетия церкви, это кажется много, на самом-то деле не так уж и много, ну и немало, конечно, но в небесном измерении это всего лишь пару дней, в Божьем календаре. Но эти два тысячелетия, дамы и господа, братья и сестры, стали откровением для всего человечества о теле крови Христа. И сегодня это откровение, оно большим и большим приходит в судьбы миллионов и миллионов людей, что Бог во Христе примирил с собой весь этот мир, не вменяя людям преступления их. Обычно просит прощения не самый виноватый, и вообще часто не виноватый, а дорожащий, любящий, дорожащий тобой, и Он первым протянул руку. Хо, это тот момент истории, когда действительно все новое, когда действительно совершилось искупление рода человечества. Я люблю причастие совершать и в семье, с домашними моими. Люблю причастие совершать в церкви свои. Люблю причастие совершать в гостях. Но где бы мы не совершали причастие в Христию, самое главное, Иисус Христос, наш Спаситель. Он нас соединяет в одно. Он нас объединяет по-настоящему. И очень хорошо, что у вас даже и в символах таких вот прекрасных, каждое служение у вас, хлебушек ложите. Библию открываете, Слово Божье. Я помню еще даже, София Тимофемовна открывала, как раз ложила, и початок помню как раз на святейшей святыне. И чтобы так было всегда, это восстановление такое прекрасное, как напоминает действительно о прелавлении вот этого хлеба жизни, Иисуса Христа, чтобы люди все и вся помнили, что нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым подряжало бы нам спастись. И то, что сейчас происходит в этом зале, это таинство вселенского масштаба. Ангелы замолкают, когда видят это. Ангелы умолкают, когда слышат это. Это великое таинство всех таинств. Бесы приходят в трепет и в панику, когда видят и слышат это. «Земля, земля, земля слушает Слово Господне». И я хочу прочесть также из Нового Завета, из другой книги уже, из послания к римлянам, апостола Павла, 8 глава, 8 глава с 14 стиха и далее. Римлянам 8,14 написано, «Ибо все водимые Духом Божьим суть Сыны Божьей, потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем Абба, Отче, Абба, Отче, Папочка, Папа». И для религиозного сознания здесь действительно загадка, таинство, а порой и какое-то чужеродное нечто. Когда для человека, создателя всего мира, дворца всего мироздания, в обычном человека это просто-напросто даже не помещается. Как можно его назвать отцом своим? Это, во-первых, уже как бы, оно само по себе уже как бы для многих является, ну, чем-то ненормальным, неестественным. Вот, но я знаю, о чем говорю, потому что большая часть моих родственников это мусульмане. По матери я татарин, и моя татарская семья огромная, родня моя, и они сейчас, многие стали такими практикующими мусульманами. И общаясь с родственниками и с другими мусульманами, общаясь, я вижу, что, знаете ли, кстати, у меня и даже украинские корни есть, оказывается. Вот, потому что моя бабушка, дедушка мой, Гали Ахмед его звали, он у нас обрезал всех мальчиков, еврейских, татарских, вот, значит, ему доверяли. Вот, значит, а бабушка моя, ее звали Микбану, значит, и у нее крымско-татарские корни. То есть, как бы, вот так что, оказывается, у меня есть так, что даже с Украиной связь, такая интересная, далекая хотя. Вот, значит, и, знаете, и для, и родственников моих, вот, татар, мусульман, и для, значит, других мусульман, кому я проповедую, для них назвать Всевышнего Бога, Творца Неба и Земли, назвать своим Отцом, если им еще верится. И кажется, это нечто богохульным, ведь даже Коран запрещает подобное, подобную практику. Отцом для смерти не называй его, в одном из аятов говорится. Но, дамы и господа, для христиан, божества христиан здесь понятно, но папочка, папуллинка, татус в украинском, еще перевод есть такой, татус, назвать вот татусем, то папочкой, это можно лишь понять тому, кто, ну, знаете, как говорится, кто в теме, в ком Дух Святой пребывает. Не просто на котором Дух Святой пребывает, а когда в нас есть сущий Бог, и этот Дух Святой в нас взывает, папочка, папа, Аба, Аба, Отче, Аба. Была музыкальная группа такая, Аба, да, популярная в моем области, но, знаете, на самом-то деле, Аба, это папочка наш, небесный. Аллилуйя. Сей самый Дух свидетельствует, в 16 стихе написано, Духу нашему, что мы дети Божьи. Вот свидетельство, внутреннее свидетельство от Духа Святого. Аллилуйя. В 17 стихе написано дальше, я продолжаю чтение. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что в нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Вот это слава Божья, открывающаяся в нас. И не только в вечности идет речь, а и в земном нашем бытии Его слава, открывающаяся в нас. И дальше 19 стих, он меня всегда, когда особенно, вот, касался. Ибо твари с надеждою ожидают откровения сынов Божьих. я вспоминаю много, что у кого какие-то ассоциации, я не знаю, я был маленьким мальчиком еще, 3-4 года, 5 лет, вот в этом промежутке, у меня была собака, большая собака, но для меня она казалась огромной вообще тогда, она была с меня, и я смотрел в ней в глаза, и я понимал, что действительно, вот, она что-то ожидает от меня, и не просто какую-то косточку, или там что-то еще, конфетку, баловал я ее, нет, она ожидает от меня нечто большего. Некоторые говорят даже так, уже не раз слышал подобное я, вот говорят, нельзя купить дружбу, да, друга, но вот, купив собаку, ты покупаешь все-таки дружбу эту, действительно. И когда она смотрит в тебя, в твои глаза, то для меня это было, ну, потрясением. Вот одно из самых приятных впечатлений раннего детства, вот когда она смотрела своими глазами, в мои глаза, я к ней прям часто завязал, и даже засыпал на нее прям, уткнулся мне как в подушку, и она, может быть, ей в туалет хотелось, или попить, или что, она терпела все-таки, пока я спал, вот, не шелохнулся, пока я лежал на ней, как на подушке какой-то, вот, и, знаете, потом я и встала, вот, и жизнь животных многих, она очень скоротечна, быстрее проходит, нежели человеческая жизнь, вот, большинства в этом мире, но, знаете, вот, память осталась, память осталась, потом были другие, тоже впечатления о разных творениях, божьих, вот, и, и когда я вот рассказываю, свидетельствую, часто вспоминаю, мой первый опыт общения с Богом, встречи с Ним, первая встреча с Ним, мне было 12 лет с половиной, и я заболел, о Боге ничего не знал, ни о мусульманской теории, это сейчас моя родня, многие в мечеть ходят регулярно, вот, тогда, знаете, кроме обрезания, кроме, там, ну, каких-то, ну, курбан, мясо поели, ничего не знали мы, то есть, никто у нас не был никогда в мечети, и прочее, вот, и моя еврейская семья по папе моему, то они вообще были далекие от любой религии, совершенно, они, если в татамской моей семье, хотя бы какие-то традиции соблюдались, хотя бы хоть что-то, ну, больше культурно, как бы, знаете, даже татамский язык хотя бы там, ну, салямы, салямы, хотя бы хоть что-то, то бабушка Иди же знала, хотя я думал, что она немецкий знает, честно говоря, вот, значит, представляете, в каком невежестве были мы, вот, и, но, уже, папа мой, он, видишь, уже не вспоминал, и старался забыть, особенно, когда они с Риги переехали уже, как по Волжине, то старались забыть об этом совершенно вообще, вот, и, то есть, как бы, оторванные от корней, национальные корней, традиции, мне больно велись в Украине, очень много тоже судеб, оторванных от корней своих, большая часть украинцев, к сожалению, навладеем украинской мовою даже, но это для меня, честно говоря, для меня это очень тяжело, признавать, это тоже признак оторванности от корней, я тоже говорю, что татарские, я очень плохо знаю, когда татарам разговаривают, допустим, они общаются, я кое-что понимаю, вспоминаю, ну, опять, таки, ну, ладно, сейчас не о том, а вот о том переживании Бога, моем переживании Бога, первые в жизни, когда я умер, вот, началась моя другая жизнь, будем так говорить, умер я от пневмонии, врачи не смогли спасти, двустороннее воспаление легких, и вот, констатировали смерть, оба легких отземли, наступила смерть, ну, что, я же не жил еще, фактически, вообще, ну, что я жил-то, 12 лет в Барингу, еще 13 дней не исполнилось даже, вот, и, знаете, мой бабай мечтал, дедушка мой, он мечтал, значит, в 13 лет тоже есть, наподобие Барлицов, тоже, только татарский вариант, вот, значит, сделать, но, вот, я не дожил, и умер, но, знаете ли, Бог обратил во благо, вот эту ситуацию, я был перед Богом, я знаю, что-то выходить из тела не по наслышке, не по рассказам, не по кинофильмам, а по практике своей, личной своей жизни, я знаю, что такое оставлять это тело, как это больно, как это обидно, когда не знаешь Бога, даже о Боге, еще даже за секунду до смерти, я не знал, что Бог вообще существует, но последние секунды жизни, я понимал, что все это уже конец, что все, вдруг пришло понимание, что это смерть, и было так обидно, знаете ли, что я и жить не жил, как бы, и что все как-то так вот, зачем я жил, почему я жил, непонятно, и Д плюс еще, что значит, все это, мои сверстники в школу пойдут завтра, вот, а меня не будет, знаете, как вот лампочка перегорает, в братстве, все, то есть как бы все, я понимал, что сейчас меня додавят до конца, выжмят, выжмят меня из тела моего, и я исчезну, перестану существовать, поэтому, когда я умирал, последние секунды, я понимал, что я умираю, но когда я умер, я не понял, что я умер, знаете почему, потому что я не перестал существовать, я не исчез, не испарился, моя жизнь не закончилась, наоборот, у меня было такое чувство, что как будто бы я вот 13-й проспал, в своей жизни, и вот наконец-то я проснулся, в более реальном мире, во сне тоже был реальный мир, но тот был не такой сильно реальный мир, как тот реальный мир, в котором я вдруг проснулся, будем так говорить, очнулся, пришел в себя, вот, и я был перед Богом, Он очень добрый, вот, я скажу, что ничего плохого о нем не могу сказать, вот, и дело не в подхолимарше каком-то, значит, ни в чем-то другом, нет, и не в том, что я проповедник, что обязан говорить, что Бог хороший, не, не в этом абсолютно дело, просто я знаю, что Он всегда очень хороший, потому что Он был такой хороший, что, ну, знаете, как говорят, не в сказке сказать, не пером описать, вот такой был хороший, вот, значит, мама, папа, вот все, что я знал хорошее, вот, глаза той собаки, с раннего детства, они мне запомнились, я говорю, тогда вот как-то вот, Он смотрел, но даже, взгляд той собаки, она так смотрела на меня, я помню в детстве, знаете, вот, смотрела, она как бы, не просто ждала команды, а, ждала возможность из меня жизнь свою отдать, вот так вот смотрела, что, вот скажешь ей, отдать свою жизнь, она отдаст, представляете, запросто так, вот просто, она вот, так смотрела, а, а Он еще больше, Вот, я не знаю, это потрясающе. Недаром я вот уже слышал не раз от друзей некоторых, что вот действительно в этом мире Бог порой смотрит вот через вот эти творения. И вся тварь стинает и мучается, дамы и господа, братья и сестры, весь растительный мир, животный мир, а наипаче человеческий мир, конечно, наипаче человеческий урод. Вся тварь стинает и мучается, все творение стинает и мучается, ожидая откровения сынов Божьих. И два тысячелетия, это откровение, оно как вот некий бутон цвета раскрывается. Иногда процесс вот как бы останавливается, иногда кажется, что снова бутон вновь закрывается, но два тысячелетия, это истина евангельская, она раскрывается. И я верю, что наше время, это истинно евангельское, она раскроется, как никогда раньше. Больше и больше. Потому что действительно, вся тварь стена этой мучается, ожидая откровения сынов Божьих. Многие даже сомневаются, допустим, верующие. Я слышал не раз такое, можно ли молиться за животных или за растения. Я говорю, молитесь, конечно. Я это практикую и молюсь. Я знаю, потому что они ожидают от меня. У нас дома кот, и так получилось, на улице, значит, просто дворовый, уличный кот, котенок. Его, значит, там собака грозанула, значит, и потом велосипедист еще спил. Ну, короче, ниже лец уже приволокли его, уже он кончается уже. Но вот стали молиться за него. Господь помиловал. Теперь такой шикарный кот ходит. И где? У него вся красота взялась. Раз, и свел товарищ. На харчатках. И при ласке. Вот, значит, знаете ли, и скажу, что вообще, вот, Бог многократно и многообразно в жизни каждого верующего что-то проявляет. Вот таким образом. Значит, и в Писании очень много мест, и в Писании я даже сейчас, ну, я когда сел, готовится вот к этому, как раз, к вступлению, к этому слову. Столько мест Писания, вот, и которые меня очень сильно касались в свое время, и сейчас касаются очень сильно. Ну, давайте начнем все-таки, прочтем до конца вот этого текста. Из посланий к Римлянам, восьмая глава, вначале прочтем дальше. В девятнадцатом стихе запомнили, да, что все творение, да, все сотворенное, с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Потому что все это сотворенное, ну, тварь, в современном русском он звучит немного так грубо, вся тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, вот так вот, что и сама тварь освобождена будет от рабства длению, в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь самокупно стинает и мучается до ныне. Да, мои господа, все сотворенное. Вы думаете, растения не стинают и мучаются? Стинают и мучаются, еще так. Думаете, животные не стинают и мучаются, птицы? Стинают и мучаются, еще так. А человеческий род? Вот, да, нам у человека проще понять. Наша прапрапра, прабабушка, праматерь наша, Ева, когда змей с ней заговорил, но змей был из всех творений самый хитрый. Хитрость тоже признать души. Некоторые верующие считают, что у животных нет души, у растений нет души. Ну, правильно. У всего сущего есть душа. У земли есть. Даже у нашей земли есть душа своя. И обидно, что многие этого не понимают. Знаете ли, и это через нас благословение, оно приходит в жизнь людей. И вот интересно, когда змей тот самый хитрый, хитроумный, на свою же голову заговорил с нашей прапрапрапрабабушкой, то она в обморок не упала. Знаете ли, значит, как удивительное творение. Вот, можно разговаривать. Вот, значит, в ней нет, она, значит, восприняла это как само собой разумеющееся. То есть, Ева и не пищала, не бежала, там в обморок не падала. Нормально с ней поговорила. То есть, для нее было нормально поговорить, там, с девочкой, там, с лисичкой, с, значит, с ежиком, там, вот, поспредничать, там, значит, там, с птичками поспетать. Значит, то есть, Ева наша, она не только смогла с Адамом общаться, но и Адам, понятное дело, называя животных, он мог с ними на их языке, на их наличии разговаривать. И они все прекрасно понимали, кто это. Это образ Бога. Это для них был образ Бога. Да, это сотворенный последним, но действительно, не просто гомо сапиенс, не просто человек особенно умный, разумный и прочее, хитрый или какое-то еще, не-не-не, а действительно это был образ Бога. Они смотрели на нашего пра-пра-пра-пра-пра-продедушку с большим почтением. И они говорили, да, так оно и есть, как он называл их, такими они и были на самом-то деле. Он прекрасно понимал. И сейчас, конечно, после грехопадения, которое произошло тогда вот, по библейскому исчислению, 5778 лет назад, эта трагедия разыгралась. Трагедия. Перестали понимать мы друг друга. Да потом уже и люди стали перестать понимать друг друга. Сегодня вроде даже на одном языке говорим. Я вот даже рассказываю вам сейчас вот об этом всем, да? У вас есть сотни, и у каждого свое какое-то представление, своя ассоциация какая-то, даже на одном языке. Так что все очень даже непросто. Но я вспоминаю то, что было тогда вот, при первой моей встрече с Господом, когда я был перед Ним, слава Богу, все тогда закончилось вот так потрясающе, он меня вернул снова, я снова был на земле, снова вошел в тело, воскрес, был исцелен. Вот, в мое воскресенье, значит, врачи не могли, ну, как, комментировать, лишь только так, что моим родителям объясняли, потом мама рассказывала мне, что вот скрытый резерв организма какой-то, видимо, там такого не бывает, видимо, бывает когда-то. Но очищение обоих легких, которые оттекли, и смерть, так что повлекло с собой, но это очищение обоих легких, они никак не могли комментировать даже. Потому что такого не бывает. Вот, но Бог очистил. Вот, и, конечно, когда я пытался с родителями, со взрослыми, немного хотя бы поговорить о том, что я видел, где я был, что, ну, в более реальном, в более реальной реальности, будем так говорить. Вот. Я понимал, что я опять как бы сплю, как бы, значит, опять, я в этой реальности не такой сильно реальной реальности, но она имеет свои плюсы, имеет свои особенности, которых нет там. Здесь есть временное пространство, измерение. Это, конечно, для кого-то проклятие, но для многих это благословение. Это очень интересная вещь, которой нет там. Там просто вечность. И она, она прекрасна по-своему, но время по-своему прекрасна. Это тоже творение Бога. И я вот это для себя тогда очень сильно отметил. Но я попытался маме, конечно, первой, да, маме рассказать, что вот говорю, мама, ты же умрешь тоже? Она говорит, ну да, конечно, все же умирают. Я говорю, ну ты умрешь, ты перестанешь существовать? Ну, как я думал раньше, ну, как я перед смертью подумал. Вот. Или ты будешь, говорю. Она молчала. Вот, очень напряженно молчала. Но я решился дальше сказать. Я сказал, что вот я, а если ты будешь, я говорю, если ты не исчезнешь, и ты будешь после того, как ты умрешь, как ты думаешь, говорю, ты там что увидишь? И все. Она перепугалась. У мамы была чуть ли истерика. Врачи напугали еще, что могло быть какие-то осложнения, потому что какие-то минуты там смерти были, значит, там, значит, и галлюцинация могла быть, значит, там, и, значит, и прочее. Вот. Но я понял, что, значит, у моих родителей большие проблемы. И у многих взрослых большие проблемы. Думаю, мне там повезло вернуться. У меня есть время. Но жить так, только для себя, во-первых, это очень, в том мире это очень все плохо. Вот. Там как бы, как зазеркание. Там именно, вот реально как бы, они там зазеркали. Там все наоборот. там, я вот говорю, для меня, для ребенка это было просто, ну, это настолько, вот воду, допустим, я взял бы воду, допустим, себе, да, стакан, там это обратно, как зазеркание прям, как будто я вот ее теряю. И наоборот, когда даю, как будто бы получаю наоборот. То есть там, там все наоборот. Но к этому очень быстро привыкаешь, потому что ты понимаешь сразу же. Я, я, я лично понял, кто так не знает, но я лично сразу понял, что вот это есть нормальное состояние, нормальное. А вот то, что я знал как нормальное, а на самом деле оно не такое нормальное. Вот как бы, вот это сразу при понимании приходит. И одним словом, то состояние перед Богом, если описывать, это состояние понимания. Вот одним словом описать, то состояние мое, это понимание. Тебя все понимают, и ты понимаешь все Мне еще 13 не было лет, я все понимал прекрасно И мне иногда рассказывают, Бог, ты не так понял Ты не то подумал, значит, или я не то имел в виду Там такого не скажешь и не подумаешь даже Потому что там как облупленного тебя видят все И ты видишь себя как облупленного И это в чем-то страшно, в чем-то прекрасно Там, ну, если вы помрете, сами поймете все Ну, как бы, чтобы мне много не рассказывать Потому что это все каждый узнает Просто я сейчас не об этом Не, ну реально, потому что, как бы, сами поймете все сразу Ну, там, понимаете, там не нужно много рассказывать Там сразу все поймешь Это здесь нужно разжевывать, разъяснять Еще поймешь, не поймешь, правильно, неправильно поняли Да вы не так поняли меня, нет, нет Там все сразу понимаешь, что почем Вот, и вот одним словом состояние то Очень приятное состояние, очень красивое понимание И там наподобие телепатии что-то Я не знаю, как это назвать Там не нужно тебе, ну, как бы, подбирать слова какие-то Там не нужно тебе оформлять это все в слова Там то, что ты подумал, как будто бы сразу сказал И как будто сразу сделал Это как вот в иврите В иврейском языке я изучаю ритм Действие Шма, да? Шма Израиль Адонай Элогейном, Адонай Эхад Слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь Единый Слушай В русском не всегда это означает соглашаться И тем более не всегда означает это исполнить Но в шма это призыв к действию В шма это действие Значит, ты услышал Ты, во-первых, ты слушаешь Во-вторых, ты слышишь это Соглашаешься, принимаешь это И, в третьем, ты это делаешь То есть это сразу не подразумевает Действие сразу Значит, ты услышал Ты действуешь Вот это да Вот, и здесь уже не прокатит такое Чтобы начать, знаете, я не так понял Нет, нет, ты это услышал И сразу делаешь Вот это да И, дамы и господа, братья и сестры Величайшее откровение Из Слова Божьего Ибо знаем 22 стих Той же самой 8 главы Что вся тварь совокупно стянает И мучается до ныне Прошло два тысячелетия А воз и ныне там И я скажу даже Думаю, многие не понимают Что все творение Во многом еще больше стянает Еще больше мучается И обидно осознавать Что большей частью этих мучений Виновниками являются мы, люди как раз Вот, экология И много проблем Войны Вот, ненависть взаимная Все это Порождает просто тот ужас В котором вся тварь стянает и мучается И животный, растительный мир И сами себе Жизнь травим Человеку Это страшно И не только она Но и мы сами Верующие, да, имеется в дух Имея начаток духа И мы в себе стянаем Ожидая усыновления И искупления тела нашего Ибо мы спасены в надежде Надежда же, когда видят Не есть надежда Ибо если кто видит То чему ему и надеется Но когда надеемся Того, чего не видим Тогда ожидаем В терпении И дальше говорится Так же и дух Подкрепляет нас В немощах наших Ибо мы не знаем О чем молиться Как должное Но сам дух Ходатайствует за нас Воздыханиями Неизлеченными Братья Сестры Величайшее Откровение Сынов Божьих Которое Раскрывается В два тысячелетия И которое Раскроется В нашем поколении Как никогда раньше В том Что Бог Во Христе Примирил Собою Весь этот мир У Бога есть Не просто избыток любви Преизбыток Он есть сам Это любовь Он Возлюбив мир Отдал Сына Своего И у нас сегодня Когда раскрывается Бог в нас И через нас Мы погружаемся в Него А Он в нас Снова напомним Помните Мои проповедь у вас Брагурчики Недавно я Имел такое Некоторое продолжение Этой проповеди Так получилось На рынок Пришел там Вот Где лесная Лесная Так смотрю лесова Вот Значит Купил там огурчики Ну Производителя Значит А потом Подошел к бабушке Купил у бабушки Свои домашние огурчики Соленники И вот Потом сравнил Одни и другие Как небо и земля У бабушки Были то что нужно Скажу сразу У того производителя Было так Ну просто кислятина И все То есть Ну Не знаю Вот И скажу так Что верующий человек Пропитываясь Богом Имеет благословение И не только для себя самого Для всего окружающего Растительного мира Животного мира Для всего и вся Я помню По поводу Много случаев есть Здесь у нас в Киеве Одна домашняя группа Начиналась С воскрешения кошки Допустим Домашние животные Да Кошка Просто Казалось бы Просто кошка Но для бабушки Которая жила С этой кошкой Одна Это была Как бы ее душа Просто И все Вот И как раз Накануне этой домашки Вот я приехал пораньше Хорошо За несколько часов Пораньше приехал Чтобы общаться с бабушкой Она вся в слезах Племянница Привезла эту кошку От ветеринара И ветеринар сказал Что все Она и старая кошка И больная И оказывается Они тоже раком болеют Значит я не знал Значит И она мне рассказывает Что все Страдает животное И лишь одно Ветеринар посоветовал Это только усыпить ее Все Но она Бабушка отказалась Племянница Привезла ее Значит Вот Умирающую Эту кошку Привезла ее Домой На квартиру Много бабушки И вот мы вместе С Ниной Дмитриевной И молились За эту кошку За эту кошку Вот А там не знаю Может быть Бабушка тоже С кошкой молилась Не знаю Кто знает Значит Всякое бывает в жизни Вот значит И молились за эту кошку Она такая Надежду такую Получила А чтобы можно молиться Бабушка Ну за кошку Почему нельзя Да вы что Значит Можно Даже нужно Она же страдает Страдает Да вы что Конечно же можно Мы стали молиться Один словом За несколько часов Этих вот молитв За эту кошку Знаете что произошло Вот Она Перестала умирать Вот Она А то она Заползала куда-то И хотела там Уже все смочаться Значит Но Перестала вырываться Перестала уползать Куда-то Успокоилась Пришла В тишину Такую Вот К началу домашней группы Она уже нормально Сидела себе Значит там Лежала Возлежала Все Вот Значит К концу домашней группы Она уже нормально себя чувствовала Даже просила что-то там Не знаю Там поесть Попить что-то Вот Значит И Осталось Осталось Час Сейчас опоздаем Все Труп Вот Бабушка Ни в какую С этой коровой Чуть не в обнимку Значит Не хочет Нарезать ее Молили за эту корову Корова не сдохла Правда потом Значит Да Истелилась Правда потом Селяне Стали просить Молиться То за поросят То за Пришли молиться За людей Когда-то Все там За курищик За свиночек Молиться Ну короче Ну хотя бы так Хотя бы Хоть как-то Пробуждение Хотя бы Вот такого масштаба Животноводчества Какого-то Вот Значит И Ну тоже Бог проявляется В судьбах Их животных И Могу очень свидетельствовать Я помню Когда Значит В себе служил еще В Брянской области То Председатель Этого Ну как бы Бывший Сапостом Значит Старый человек Старый Кому не есть всю жизнь На этих должностях Нам Романящих Он приехал ко мне Молодому священнику И знаете Сам Чуть-чуть не плачет Вот Еле-еле Скрывает Да Пока Приготовьте Да Причастие Спасибо Пастору Вот И И знаете Он чуть не плачет И Объясняет мне Молодому священнику Что так и так Вот Если Сегодня В этом году Будет так же Как в прошлые годы А по всей вероятности Будет нам Даже еще и хуже То Никакого урожая Не будет И по миру Пойдет Весь Сапост Все Все эти деревья Жуки Жирали Урожай Эту картофельку Жирали Жуки Замил душу Их там Травили Прошлые годы И Мало помогало А в этом году Вообще Не выделили Ничего В кармане В казне Как говорится Мыш повесилась Совхозной Короче Отравы Никакой нету Поэтому Скорее всего Сажут Вообще все Даже Подчистую уже Соседние Совхозные Хотя бы хоть что-то Травят У них надежды Есть Спасти урожай А у нас Вообще Никаких шансов Нету И у меня Дерзновение Тут же К этому священнику Как священник Я этому полицейску Говорю Дайте в машину Мы сделаем Такую Агит машину Поставили Хоругви Надпись Бидоны Прикрепили проволокой Бидоны Такие Ну как Молочные Бидоны Налили воды Туда И Молемет послужили В храме И я С легчими Бабушек Помогали мне На бортах С хоругвами Держиваться И я С этим виничком И мы По этим Полям По всем Проехались И окорпляли Это водой Знаете Было чудо Жуки Ничего не сажали Фактически Вообще Урожай Был потрясающий Соседние Эти села Там Соседние Где травили Много яда Было И хоть бы что У них там Жирали Жуки А у нас Было все Чисто Картошка Чистая Короче Это было Сверхъестественно Конечно Злые языки Нашлись Тут же Говорили Мне потом Председатель рассказывал Была встреча Вот этих вот Руководителей Хозяйств И Злые языки Стали говорить А батюшка Хитрый Он видимо Себе суперяд Какой-то Выписал Купил Короче Привез И окропил А председатель Наш председатель Говорит Вы в своем уме Окропляли Во-первых Не все поля А лишь На перехресте Где-то На дорогах Это же нужно Какую яд иметь Чтобы Окропив На дороге Или на перехресте А чтобы Все поле Было чисто Какого яда Не бывает Вы что сами Подумывайте Ну да Вроде как бы Похоже на правду Вот Ну а чем объяснить Ничем они объяснить Что бы И он уже там Ребята Уходите Извините Вот так вот И перст Божий свой Ставят И даже Мошки Не могут Быть Всесильными Потому что Наш Бог Всесильный Бог Аминь И вот друзья Много свидетельств Есть Если Через нас Божьего Духа Через верующих Мы Промоглашаем Слово Божье Этому миру Страдающему Дисциплинируйте Себя Господа Вот Как братья И сестры Как верующие И даже Если вы В открытую Не помолились За человека Не всегда Есть такая Возможность У нас Открыто Помолиться За человека Спешишь на работу Допустим Идешь Метро Из метро Видишь Инвалид Видишь Там Нуждающийся Коротко Помолись Благослови Молись Благословляю Благословляю Исцеление Исцеление Во имя Иисуса Христа Благословляю Вот И Когда есть возможность Помолиться В открытую Помолюсь в открытую Когда нет возможности Просто пройду Благословлю Вот И Видишь Человек страдает Благослови И Ты понимаешь Что ты становишься Каналом Все больше и больше Каналом этой Божьей благодати, каналом Духа Святого. Слава Богу! И в этом и наше благословение, и всего окружающего мира благословение. Земля, она жаждет благословения. Бог обещает не только грехи народа простить, но и землю исцелять, друзья мои. Землю исцелит Бог. Бог благословит. Мы благословляем землю. И даже если ты не сельский житель, даже если ты не хлеборожник, даже если ты горожанин, ты ходишь по асфальту больше, счастья, все равно благословляй эту землю. Потому что даже по самым словам асфальта толстого есть земля. Благословляй ее. Благословляй. Благословляй растительный мир. Благословляй животный мир. Благословляй птиц. Всех благословляй. А наибаче, конечно, человека благословляй. Бог да проявится через нас и в нас верующих. Отец, благодарим Тебя за жизнь Твою. Благодарим Тебя за таинство, великое таинство тела и крови. Боже, для меня это действительно величайшее чудо нового завета. Величайшее чудо из чудес. Новый завет несравнимо лучший всех заветов, которые знало человечество раньше. Завет всех заветов. Новый завет. В крови Иисуса Христа. Дамы и господа, братья и сестры. На той последней пасхальной вечере Ветхого завета и уже первой пасхальной вечере Нового завета Мессия 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 Машиах Христос. Встав после вечера, уже все было съедено, выпито на том пасхальном седоре. Он взял чашу, которую до него никто не поднимал. Чаша Мессианского царства. Чаша Машиаха. И Он эту чашу благословил Бога, поднял и сказал, это есть чаша Новый Завет в Моей крови, которая проливается изо всех по оставлению грехов. И это великое чудо. Его кровь была в нем еще. Еще ни одной раны не было на его теле. Еще было его тело чисто, непорочно, не изумрудовано. Но Новый Завет рассказывает нам, Библия рассказывает нам удивительную тайну, что он есть Агнец заклоны от века. Спасибо тебе, Господь. Тобой были софорены эти века. Тобой было софорено все это временное измерение пространства, это все, в котором мы живем. Спасибо. оно прекрасно. Оно прекрасно. Хотя несет в себе уродство, грехопадение, но оно прекрасно. Все равно отголоски того величия есть в нем. Спасибо тебе, Господь. За облески твоего величия и в растительном мире, и в животном мире, а наиболее в человеческом роде. Спасибо тебе, Господь. Боже всемогущий, благодарю Тебя за таинство сие, нового завета, за таинство тела и крови Твоих. Боже, ранами Иисуса Христа, кровью Иисуса Христа я спасен. Из присутствующих Бог знает вашу веру. Бог знает, во что вы верите, не верите, насколько верите. Но Бог выше нашей веры. Бог выше наших сомнений. Он заключил завет. Это Его завет. Поэтому давайте скажем сейчас такие слова Господу. Отец мой, сущий на небесах, Бог Авраама, Исаака и Якова, Бог патриархов, пророков, возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас, проливший свою кровь за нас. не вменяющий людям, не вменяющий людям преступлением их, примирившийся с нами, я благодарю Тебя за тел и кровь Твою, за жизнь Твою, кровью Иисуса Христа я прощен полностью. Я прощен полностью. Все, что было, есть или будет, все прощено полностью. я исцелён радуя Иисуса Христа. Я благословлён всеми благословениями небес в имени моего сладчайшего Господа Иисуса Христа. Иисус Христос, Ты мой Спаситель, Ты мой Господь во веки. Благодарю Тебя за вечную жизнь, дар божественный, который я принимаю, который в моём сердце ты проникаешь внутрь меня, всего моего естества, а я проникаю в Тебя. Благодарю Тебя. Аминь, Господь. И соверши, Господь, Боже, в лепсе и честным телом Христа Твоего, потому что в чаши сей честной кровью Христа Твоего. Аминь. Приложи, когда Он Твоим святым совершил это таинство сегодня. Тело Христово примите, братья, сёстры, источника бессмертного вкусите. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok